Все, спасибо. Так же пирожки желаете? Нет. Это правильно? Да. Вот карта будет? Да. Ладно. Это тоже очень интересно. Так. Так, ребятишки. Что, им ты фигачес давала? Нет, ребят, я ходила на УЗИ. Здрасте. Почему жаль меня? Нет, спасибо. Не надо, человек. Почему меня жаль, ребят? Как мама отреагировала спокойно? Она сказала, что что-то будешь рожать. Она сказала, ну да, будет рожать. Мне без подставки. Можно без подставки, пожалуйста? Потому что мне так неудобно. Да, и... Трубочки можно? Спасибо большое. И что, в итоге как не ехать, я не знаю. Здоровья тебе, спасибо, ребят. Я тоже хочу бэйби-ка. Ну, ребята, я вам хочу сказать, что... Ребенка, конечно же... Конечно же, ребенка лучше... Планировать. Вообще, и как бы... Ну, вообще, как бы ребенка нужно желать и хотеть. То есть, либо ты... Либо ты... Сейчас, подождите. Либо ты этого ребенка хочешь и желаешь, и уже вот готова рожать его, и у тебя есть прекрасный кандидат для того, чтобы его рожать. Либо же... Либо же это все делаете, там, не знаю, в любви, по любви и так далее и тому подобное. Вот. Самое главное, что я хочу сказать, что... Ребенка, конечно же, лучше планировать. И, например, если ты, там, собираешься устроиться куда-то на работу, то беременных мало где берут. Беременных в основном берут на какие-то удаленные работы. Вот. Так что вот так вот. Я знаю, кто, я не буду просто говорить, кто. Потому что этот человек не публичная личность. Я, по-моему, все предельно понятно сказала. И если я не говорю, кто, это не значит, что я не знаю, кто. Ваше мнение, оно, пожалуйста, пускай остается при вас, но мои взаимоотношения с моим... С будущим отцом моего ребенка, нашего ребенка, важнее, чем оправдание вот перед вами. Понимаете? Мне кажется, это было... Ребят, гадайте, гадайте, я вам не запрещаю. Я, пока мне человек сам не разрешит это сказать, я не скажу. Вот. В любом случае будем делать ДНК. Вот. Чтобы все было наверняка, чтобы... Так как все-таки отец ребенка потребовал, чтобы я сделала ДНК. Вот. Я, в принципе, я не гулящий человек. То есть я не гуляю направо и налево, я себе этого не позволяю. Потому что если у меня есть один сексуальный партнер, я от него не гуляю никуда. Вот. Но так как мы с ним редко общаемся, мы с ним планировали этого ребенка. И мы довольно друг друга давно знаем. И он готов все сделать для того, чтобы у меня была прекрасная беременность, чтобы у меня была рода. Он готов взять всю ответственность за воспитание ребенка. И также обеспечиванием меня всем, что мне необходимо для того, чтобы я растила ребенка. Я как бы... Я только за. Вот. У нас очень хорошие партнерские в то же время... Даже больше, чем партнерские отношения. Вот и все. Просто в наших отношениях присутствует здравый смысл. У нас нету какой-то больной любви. У нас нету какого-то... Я не знаю, какого-то еще. У нас есть общий интерес. Почему нет? Он конечно был сегодня шокирован. Но он очень был приятно удивлен, что я беременна. Он был это приятно удивлен. Но, ребят, на самом деле я по факту, если честно, так быть откровенной, да? По факту я, конечно же... А... А... Ам... 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 Ай, нагетсы... Ам... По факту, если честно, я немножко переживаю, что мне 32, у меня как случилось в жизни, что я встречалась с молодым человеком 6 лет, и я очень надеялась, что у меня от него будет ребенок, я очень хотела от него детей, потому что это была безумная любовь. И я уже видела с ним будущее, но, к сожалению, у нас не сложилось, и мы разошлись. А как бы, понимаешь, желание обрести семью, оно у меня всегда оставалось. И мы как-то раз встретились с моим бывшим, с которым я общалась до него, и говорю, такая-такая-то ситуация, я хочу, я очень хочу семью, я хочу детей, я уже к этому готова. Потому что, ну, как бы, надоело мне просоваться, надоело мне все отходить, заниматься бесполезными делами, хочется развиваться, хочется семью и так далее, и тому подобное. Ну и, в общем, на этом мы сошлись. Отец ребенка чиновник. Если сказать мягко. Поэтому я не могу светить его имя. Не таким образом. Поэтому извините меня. Тут уже можете на меня накидать грязи. Любой, какой хотите. Я не считаю, что ребенок охренеть, вот уж у меня татуировка на лбу. Мой ребенок будет счастлив. Мой ребенок будет самый счастливый на свете. Это уж я ему гарантировала. Он будет со мной весело. У меня теперь нервничать нельзя. Поэтому... Спасибо, кто говорит про меня приятные, хорошие вещи. Огромное вам спасибо. Ильна, спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо. Шесть недель. Научи как не нервничать. Ну... Спокойно вообще. Никак не нервничать. Ты знаешь просто... Понимаешь, когда ты знаешь свою правду, когда ты понимаешь, что у тебя все ровно и четко, ты не нервничаешь вообще. Ты не стремишься кому-то что-то доказать. Ты просто ровно отвечаешь на вопросы и все. Как бы со смехом относится к этому. Мама нет. Мама не в шоке. Мама очень ответственно к этому подошла. Она сказала, ну что делать будем. Она говорит, рожать. Она говорит, помощь там какая-то, работа, туда. Я сказала, мам, все будет ровно. Все будет хорошо. Самое главное, чтобы у меня не было выкидыша. И один раз была прерванная беременность. Ну то есть в моей жизни было так. И больше я никаких там... Я за всю жизнь вообще... Я всяких разных там... Все остальное время всегда предохранялась. Всегда как-то следила за этими моментами. Вот. То, что первый раз был выкидыш, меня это настораживает. И плюс мне еще сегодня сестра. Мы с сестрой сегодня списались. И она знает просто хорошо отца моего ребенка. Хотя... Христот не знает что здесь, где я так делаю. Я пойду, я отсюда посмотрю. Я спрашиваю, это просто на течение пасла. Он updated, когда я вонюх. Это все было с друзьями. Он насоскопил. Он раздавал. Он этот, дождь изоциал нахмах. Он говорит, что для меня... Он закончился. Чтобы не произошло ничего, а уже через 6 недель можно выполнять какие-то движения, физические движения. Ребят, зачем вы мне звонили? Какой-то ужас. Подождите, я сейчас, походу, буду блокировать человека, потому что человек не понимает. И человек позвонил несколько раз в прямом эфире. Ребят, не нужно таких вещей, пожалуйста. Какой ужас. Просто... Сделаю анализ на кровь на 12 недель, да. Ну, во-первых, мы пойдем, я пойду заводить еще ДНК. Вот, его и ребенка ДНК. Вот, у нас будет неинвазивный метод. В общем, плод не страдает, то есть берется, и будет неинвазивный метод, но нет, и будет неинвазивный метод. И будет, что вы видите, в принципе, на самом деле, вы знаете, я, конечно, не особо верю в эту мистику. Но, как бы, так получилось, что отец у меня умер 14 августа, а зачатие ребенка произошло в ночь с 14 на 15, вот. Вот. И я бы очень хотела измерить, что, наверное, папуля послал мне это прекрасное чудо. Вот. Не знаю. Такие моменты просто не знаешь, о чем думать, не знаешь, во что верить. Начинает работать какой-то инстинкт самосохранения, потому что ты уже понимаешь, что вот ты беременная, и тебе хочется себя защитить. И ты вот идешь, например, ты лишний раз там переживаешь, что там за кого-то там ты зацепишься, кто-то не так тебя куда-то толкнет, или там ударит, или еще что-то. Просто включается вот просто такая, как бы, оборона на максималках. Кстати, срок последних месячных я пропустила, но я считала от срока зачатия. Я что-то вела-вела календарь месячных, потом подзабила, и вот в этот момент я залетела. Вот. Я вот... Я не знаю, как можно такое быть растяпой. Почему бы не предохраняться? А я не предохранялась, потому что я хотела забеременеть. Ну, как бы, я же все понимаю, ребят, у меня есть в голове... У меня же есть в голове...